Всем привет! Очередное видео, как раздышать себе диафрагму и как помочь другим дышать глубже, чтобы легкие работали, живот работал. Смотрим. Я уже показывал вот здесь вот, как сделать самомассаж самому себе, самомассаж самому себе диафрагмы, чтобы она дышала активнее. Но еще у нас есть одни из основных дыхательных мышц, это межреберные, как раз те, которые ребра у нас открывают. Так вот, помочь им сработать и открыться можно. Что для этого нужно? Для этого нужно пообниматься. И для обнимания нам нужно будет две руки. Посадите своего человека рядом, которого вы хотите обнять. И не забывайте, что социальная дистанция, вот это вот плечо и его туловище будет создавать дистанцию. Мы создаем этот рычаг, чтобы просто упереться в него. После этого берем две свои ладошки и вот таким вот образом, вот так вот, просто ставим их рядом. И создаем давление на грудную клетку в примерно 10-20 градусов. То есть еще раз прижались, обняли и ребра прижали. То есть всю грудную клетку обняли. И держим руки в напряжении где-то 10-20% прижиманий. Примерно так. То есть обнимайтесь, но только на 20%. Пока. Просим потом пациента своего, человека близкого сделать выдох. Выдыхайте. Выдыхает, 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 выдыхает. И просим сделать вдох. Он вдыхает спокойно, глубоко. При этом мы держим эти 20%. После просим сделать выдох. Спокойный, медленный выдох. И когда он начинает выдыхать, мы начинаем немножко его подкачивать. Как бы ребра расшатывать. Снова просим сделать вдох. И на вдохе чувствуйте, как ребра стали шире открываться. Сделаем выдох. Еще раз. Выдыхает. И мы качаем, качаем, качаем. До того момента, пока он не захочет вдохнуть. Еще раз. Вдох. И почувствуйте, как под пальцами стали ребра расширяться. Делаем выдох. И каждый вдох-выдох перемещаетесь по межреберным промежуткам в сторону, либо выше. Качаем. Вдох. Он делает вдох. И выдыхаете. Делает он выдох. Перед данным упражнением оцените симметрию вдоха и выдоха. Как оценить симметрию, один из моментов я показал здесь в подсказках. Посмотрите, там тоже про активацию диафрагмы, как можно включить симметричное дыхание. Но еще раз повторюсь. Садитесь. Или стоите. Неважно. То есть, если пациент стоит, садитесь. Если пациент сидит, все равно садитесь. Берите свои две руки и положите их на ребра. И вот таким вот образом симметрично их расположите. Попросите сделать вдох. И во время вдоха выдыхаете. Оцените, как у вас двигаются руки. Они могут двигаться вот так, могут двигаться вот так, могут двигаться вот так. И после этого отработайте то упражнение, которое я только что показал. И после того, как вы его сделаете, снова оцените симметричность вдоха и выдоха. И вы увидите, что с той стороны, которую вы качали, она, эта сторона стала в объеме дыхать больше. Либо если она была отстающей перед тестом, то она раздышится и будет дышать симметрично. Поэтому это упражнение очень отлично помогает развить симметрию дыхания, помимо всего того, что я уже рассказывал. Поэтому пользуйтесь. Продолжение следует...